Здравствуйте, Михаил Петрович! Я хотела бы поздравить вас с вашим профессиональным праздником и, конечно же, всех работников лесохозяйственного комплекса и пожелать дальнейшей успешной работы. Спасибо! Михаил Петрович, что бы вы хотели пожелать всем сотрудникам лесохозяйственного объединения в их и ваш профессиональный праздник? В первую очередь я хотел бы пожелать всем труженикам лесной отрасли, нашим смежникам, нашим коллегам здоровья, благополучия, успешной работы, чтобы все планы сбылись, чтобы мы совместно хорошо работали на благо родной Гомельщины. И хотел бы особо поблагодарить наших ветеранов, ветеранов отрасли. Здоровья, благополучия им. Это благодаря их труду заложено богатство нашей области. Это 45% лесов, лесистости у нас в области на сегодняшний день. Но ни одно поколение работало, поэтому низкий поклон и искренняя благодарность от нынешнего поколения. Михаил Петрович, что касается хозяйственной деятельности предприятия, реализации крупных проектов, то с какими результатами лесохозяйственный комплекс сегодня подошел к этому дню? Наша основная задача – создание новых лесов. Так как мы лесоводы, в первую очередь, создано было более 5000 гектаров новых лесов. Инвестиционные проекты, это у нас практически в каждом лесхозе, в цехах, произведена модернизация деревообрабатывающего оборудования. Мы закупили новую технику для заготовки и подвозки древесины, хорвестеры и фарвардеры за прошедший год. Этой техники у нас сейчас уже достаточно, чтобы мы могли механизировать этот процесс. Кроме того, обустроены многие конторы лесхозов, лесничеств. На сегодняшний день мы завершаем строительство двух контор, это в Хойницком лесхозе и в Будокошелевском лесхозе. Все производственные показатели Гомельское объединение выполнило достойно, на 100%. Все показатели мы выполнили и получили вчера буквально на торжественном собрании благодарность от министра за проделанную работу. Но у нас в этом году серьезная проблема – бурелом. Никогда такого не было, что около 4 миллионов кубометров повалено древесины, в том числе у нас по области 240 тысяч кубометров, и мы оказываем помощь в Червенском и Смолевицком лесхозе 275 тысяч. То есть 18 лесхозов наших работают там. И хотел бы сказать еще, что у нас в области вот эти 240 тысяч мы тоже должны заготовить до 1 ноября. Эта задача поставлена и правительством, и министром, и мы эту задачу выполним. Лето и начало осени выдались засушливыми в регионе. Благодаря каким мерам удается держать ситуацию с лесными пожарами под контролем и не допустить крупных возгораний? К сожалению, мы уже привыкаем, уже не первый год к такой жаркой погоде. И ежегодно мы проводим профилактические мероприятия. Я хотел бы поблагодарить наших коллег, министерства по чрезвычайным ситуациям, наше областное управление, на местах районные подразделения МЧС, за оказанную помощь местные органы и власти. Благодаря совместной работе, только совместной работе с местными органами и власти, с подразделениями МЧС удается эту ситуацию держать под контролем на сегодняшний день. К сожалению, уже по Гослесфонду это около 90 вспышек произошло в этом году. Были попытки вспышек у нас и в Милошевичском, и в Ленчицком лесхозе. Но кроме того, вот Брестской области есть, с Украины есть, мы облет был произведен, несколько чагов горит по границе с Украиной. Но чтобы предотвратить проникновение пожаров с Украины, нами проведены профилактические мероприятия, то есть минерализованные полосы поставлены, камеры видеонаблюдения. Мы уже заранее видим в соответствии с поручениями правительства и министра. Мы эту работу провели вот в этом году, чтобы не допускать еще больше. Держим. Но и население, я думаю, уже стало более сознательно на сегодняшний день. Понимает, что это очень серьезная угроза, серьезные проблемы и затраты большие для тушения больших пожаров и ущерб. Создать новые леса, это уже дорого стоит. Поэтому я думаю, что население все-таки понимает и будет дальше понимать. И я благодарен им, что они поддерживают нас в плане оказания помощи в тушении и ликвидации от шагов возникновения пожаров. Михаил Петрович, спасибо, что уделили нам время. Благодарю вас за интервью. Спасибо большое.